Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение псалмов из группы псалмов «Песнь степеней». И сегодня мы будем читать 124-й псалом. Который имеет надписание «Песнь степеней», то есть песнь, которая исполнялась на разных ступенях храма антифонным попеременным пением левитами. Псалом небольшой, всего пять стихов. Он начинается словами «Надеющиеся на Господа, как гора Сион». А как гора Сион? Гора Сион — это место защищенное, это крепость Давида, это основание Иерусалима, который сам является символом церкви, церкви Божией. «Надеющиеся на Господа, как гора Сион, не подвигнется вовек живущей в Иерусалиме», то есть не подвигнется вовек непокидающей церковь, живущей в Иерусалиме. Иерусалим — это образ церкви. То есть пока мы в церкви, пока мы сохраняем верность вселенскому православию, то никаких проблем не произойдет. Собственно говоря, наше спасение зависит именно от этого, принадлежим мы к церкви или не принадлежим к ней. Это связано с тем, что в церкви есть все необходимые условия, прежде всего это таинство церкви, прибегая к которым, к этим таинствам, мы обретаем путь спасения. Горы вокруг его, то есть вокруг Иерусалима, церкви, то есть разные народы, племена, а Иерусалим, церковь, как бы превознесен над всеми этими горами. Горы вокруг его. И действительно, если кто-то из вас посещал святой город Иерусалим, когда из аэропорта Бен-Гурион едешь в сторону к Иерусалиму, то такое ощущение, что ты поднимаешься, поднимаешься именно в гору. Горы вокруг его, а Господь вокруг народа своего отныне и до века. Как горы некими стенами окружают Иерусалим, так Господь своей мощью защищает народ свой, народ церковный. Эти слова относились в древности к Ветхозаветной церкви, сейчас относятся к церкви новозаветной. «Ибо не оставит Господь жезла грешных над жребием праведных». Что это значит? По Златоусту не попустит грешных владеть наследием праведных. Мы действительно долгое время жили под жезлом нечестивых. Прежде всего, в этот савдеповский период, когда была политика гос-атеизма. Потом происходит буржуазная революция 1991 года. Это реставрация февральской революции, буржуазной 1917 года, ее масонских идеалов. Но Господь рано или поздно вот этот жезл нечестивых, он как бы вырвет из их рук. И так будет по всему миру. В разных местах планеты Господь свергнет иго грешных и нечестивых, которые господствуют сейчас над наследием Божьим. И господствуют очень дерзко. Так что политик может решать за верующих, какой юрисдикции они могут принадлежать, какой не могут принадлежать. Это, конечно, дикость. А при этом декларируется, что церковь отделена от государства. Как в советское время мы говорили, да, церковь отделена от государства в Советском Союзе. Только государство никак от церкви не отделится. «Ибо не оставит Господь жезла грешных над жребием праведных, чтобы не простерли праведные рук своих к беззакониям». О чем это? Это о том, что если очень долго нами управляют нечестивые, это может обернуться нечестием и в самих наших рядах, чтобы не простерли праведные, то есть и сами праведные, рук своих к беззакониям. Как в книге Клисиас сказано, бывает время, когда человек управляет человеком во вред ему. «Яви, Господи, благо» по-славянски «ублажи». «Яви, Господи, благо добрым и правым сердцем». То есть «яви благо своей власти». «Пусть над нами будет иго твоих заповедей», как сказано, «ибо иго твое благо и бремя твое легко». «Иго евангельских заповедей» — это благо и счастье. А мир все время хочет свергнуть себя власть Бога и иго его заповедей, его закона, не понимая, что процесс растабуирования, снятия всех священных запретов — это суицидальный процесс. «Яви, Господи, благо добрым и правым сердцем о склонных к хитрости». К хитрости по-славянски развращения. Развращение буквально имеется в виду хитросплетение по Феодориту. То есть, разумеется, люди коварные и двоедушные, двоедушные. А склонных к хитрости, то есть к развращению, к двоедушию, накажет Господь совершающими беззаконие. То есть, он их накажет, этих нечестивых, с теми из нас, которые пошли их путем. Накажет Господь совершающими беззаконие, то есть из наших рядов. Те, которые слишком долго жили под этим жезлом власти нечестивых и сами стали нечистыми. И последние слова этого псалма – «мир Израилю». Мир, то есть покой. Здесь имеется в виду благожелательное отношение. Мир в библейском понимании – это то, что достигается только с помощью Бога, потому что Бог и есть мир наш. Давайте посмотрим, как этот псалом читается по-славянски. «Надеющийся на Господа, яко гора си он не подвижется, век живый в Иерусалиме. Горы окрест его, и Господь окрест людей своих отныне и до века. Яко не оставит Господь жезла грешных на жребий праведных, яко да не прострут праведнее в беззаконие рук своих. Ублажи, Господи, благая и правое сердце, уклоняющиеся же в развращение, отведет Господь сделающими беззаконие мир на Израиле». Израиль – это народ Божий в широком понимании этого слова. «Надеющийся на Божий в широком понимании этого слова». Продолжение следует...